Всем добрый день, здравствуйте, меня зовут Вадим Казанский, я нахожусь в компании Greenville и мы с вами на мастер-классе, который посвящен букетам к выпускному дню. Итак, сегодня рассмотрим три букета, разные варианты, с разными цветами. Первая моя работа будет сделана с использованием такого небольшого каркаса, металлическая основа, на которой намотан сезаль. Я думаю, что многие из вас уже видели подобный вариант каркасов и работали с ним. Материал позволяет, довольно-таки гибкий, позволяет преобразовать в некую другую форму наш каркас. Вот, например, я его просто переверну для того, чтобы у меня была такая некая полусфера. Уйти от привычной для нас, так скажем, некой формы, сделать его таким воздушным облаком. Многие любят, чтобы букеты были объемными, чтобы они были более-менее интересными, тем более по такому случаю, как выпускной день, выпускной балл. И поэтому всегда хочется людей чем-то удивить, чем-то не только красивыми цветами, но и интересной работой. Ну а для флориста, конечно же, это дополнительно некий такой эксперимент. Из ассортимента у меня для этого букета подобраны довольно-таки простые цветы. Это пустовая роза, одиночная роза, гвоздика Рустома. Ну и, конечно же, зелень в качестве салата. Рэшшшоу. Ну как fundraiser. Анатолийский. Рэшшшоу. Рэшшшоу. Рэшшон. Субтитры сделал DimaTorzok Я ставлю цветы в первую очередь в центр бухета, затем еще выйду по краям, непосредственно чередуя с зеленью и таким образом заполняем всю форму нашего с вами каркаса. Я ставлю каждый цветок и периодически поправляю сизаль так, чтобы он находился внутри. Смотрите, какого интересного цвета гвоздика. Она очень необычная и сейчас довольно-таки большое разнообразие тортов гвоздик, которые вы можете заказать, либо найти непосредственно в нашем холодильнике. Гвоздика сейчас становится таким универсальным цветком, который можно использовать совершенно в разных букетах и в букетах, в том числе к вкусному дню. Сиреневую истому, виолетовую, для того, чтобы максимально показать цвет и сделать работу более яркой, более насыщенной. Какие-то цветы мы ставим непосредственно под каркас, выходя за границы этого каркаса и это будет правильно, поскольку не стоит ограничиваться неким таким металлическим кольцом, который есть в нашей заготовке, в нашей основе. Поэтому задача флориста, в данном случае, прежде всего, скрыть технические моменты и сделать так, чтобы не было видно этой проволоки, максимально скрыть ее. Это позволяет, когда мы работаем вместе с салалом, вместе с салалом они тоже маскируют эту проволоку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не забывайте использовать зелень в работе, поскольку она помогает вам лучше сделать форму и еще раз так что повторить, перекрыть некие технические погрешности, которые есть, когда мы работаем с металлическим каркасом. Играет музыка. 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 Букет я стараюсь сделать максимально рыхлым, максимально воздушным и объемным. И как раз сизаль, такой растрепанный сизаль внутри моего букета позволяет мне создать ощущение воздушности и некого такого облака. Я еще чуть попозже, еще больше объем задам к помощи сизаля, а сейчас время для того, чтобы доставить еще небольшое количество цветочного материала. И очень удобно, что подобный коммерческий букет может на любой момент остановиться в плане цветов. Ее можно сделать чуть пышнее, можно сделать вообще с минимальным набором цветочного материала за счет того, что есть некий другой материал, который создает уже дополнительный объем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавим небольшое количество салава по низу букета. Поскольку для такого букета не предполагается дополнительная упаковка, здесь нет необходимости, но можно пройтись чуть-чуть по низу салавом, чтобы прикрыть стебли цветов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас букет можно завязать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Для заявки в этом букете я буду использовать вот такие атласные ленты И в принципе я предлагаю и советую многим флористам использовать разнообразие этих лент К тому же в компании Greenville вы тоже можете приобрести эти ленты Они представлены в большом ассортименте разного цветов, разного размера И мне например очень нравится, когда в букете встречаются как минимум два, может быть даже три вида лент Одна плотнее, другая прозрачнее И можно их использовать в разных комбинациях, в разных пропорциях Оставляя прям длинными после завязки в нашем букете Я думаю что ленты в таком виде прекрасно подходят для тех букетов Которые сделаны для выпускного вечера Ну и хочется сказать, что букет собран довольно-таки из простых цветов Это гвоздики, это пустовые розы, это одиночные розы красные и эустомы Тот набор, который есть в каждом салоне и цветовая гамма, она может быть совершенно различной Что мне хотелось бы еще добавить Я хочу добавить объемы и поэтому вот когда уже букет полностью собрал Я могу еще позволить себе достать сезаль, распушенную сезаль из центра букета И вот таким образом продолжить этот объем, этот воздух Создавая такое некое зеленое облако вокруг букета Ну что, наш букет готов Посмотрите, как получилось действительно легко, воздушно И обычное простое распределение, равномерное распределение материала И букет собран в спиральной технике Та техника, которая подходит практически вот все букеты, которые собираются нашими хлористами Что еще осталось? Осталось, конечно же, воспользоваться продукцией Flora Life Которая поможет максимально долго сохранить наш цветок Это в первую очередь Finish Touch спрей Который подходит для срезанных цветов И с помощью него мы брызгаем все букеты Которые отдаются клиентам Это специальное средство, которое позволяет максимально дольше продлить жизнь срезанным цветам И вот используется в данном случае в виде спрея Который наносится непосредственно на бутоны и на цветы в нашем букете Flora Life приготовила для наших клиентов специальную продукцию Это раствор, который вы можете приобрести непосредственно вот в таких маленьких пакетиках И прежде чем поставить букет в воду, вы разводите этот пакетик И после этого погружаете после подрезки цветов букет Таким образом, есть гарантия того, что он дольше будет просто сохраняться Поэтому я советую и всем рекомендую приобретать и давать своим клиентам Вот такие небольшие пакетики подкормки Которые вы можете также приобрести в компании Green Hill Редактор субтитров А.Семкин